Действительно, я расскажу про типы игроков и про мотивацию, потому что это основополагающая вещь, и мы хотим замотивировать людей. Но также то, что я сейчас буду рассказывать, оно поможет самому человеку, например, если он хочет разобраться в своей мотивации и с какими-то задачами справиться, в том числе образовательными, мотивировать самого себя, лучше понимать свою мотивацию. Большинство из нас сейчас говорили, большинство знают это даже без этих разговоров, что мотивация бывает внешняя и внутренняя. Сейчас мы остановимся на том, что редко люди думают про то, что внешняя мотивация тоже обладает некими подтипами, и вот сейчас вы видите типологию внешней мотивации по Зикерману, и обратите внимание на стрелочки, синенькая на ней написана эффективность, она направлена вверх, и желтенькая стоимость направлена вниз. И тут удивительно обнаруживается то, что вот призы, которым есть реальное вознаграждение, из всех этих даже типов именно внешняя мотивация обладает наименьшим потенциалом эффективности, при этом требует больше вложений. И чем выше мы поднимаемся, тем меньше нам нужно денежных вложений, и при этом эффективность будет выше. Тот же самый статус, какой-то престиж будет больше людей мотивировать, если вы ему присудите этот статус, чем если вы ему заплатите 200 рублей, допустим. Соответственно, чтобы замотивировать точно так же человек, вам потребуется потратить больше денег. Но, конечно же, то, о чем мы опять же упоминали, и не только мы, в том числе и Роберт на этом остановился, то, что в какой-то момент, если вы награждаете людей только баллами, бейджами, и только на эту внешнюю мотивацию нацеливаетесь, вот обратите внимание сейчас на красную пунктирную линию, в какой-то момент это просто перестает работать. И со временем нужно вносить в игру внутренние смыслы, для того, чтобы человек шел дальше. И то, что Александр упоминал, что нет критериев какой-то хорошей игрификации, для нас мы, наверное, сейчас в этот момент упоминем, раз уж затронули этот момент, то, что хорошие критерии хорошей игрификации в том, что даже когда вы перестаете что-то дополнительное вносить в игру, и вообще игра прекращается, человек продолжает делать то, чем он, собственно, и занимается, продолжает учиться, например, продолжает работать с той же мотивацией. То есть хорошая игрификация, которую вы ввели, что-то произошло, и затем вам она уже больше не нужна. Ну, это наша точка зрения. И теперь перейдем к внутренней мотивации. Здесь мы будем как раз-таки начинать с того, о чем говорит Андрей Маржевский, о котором мы упоминали неоднократно уже. И он придумал вот такую классификацию, действительно основанную на теории самодетерминации, но он ее дополнил и развил. Ну, и тут, в принципе, тоже все интуитивно понятно, да, о чем вот эти вот типы внутренней мотивации. Вот то же самое единение, это когда вы что-то делаете, чувствуете себя частью какого-то общества, да, и когда вы, допустим, играете в команде, или делаете что-то такое, что приносит ценность обществу, и именно это вас мотивирует. Автономия – это когда вы что-то делаете, и вы понимаете, что вы ответственны за свои выборы. Не то, что вам навязали что-то сверху, а вы можете совершать свои собственные выборы. Например, Сид Майер, человек, который создал знаменитую игру «Цивилизация», именно через это определял вообще всю игру, что это последовательность неких значимых выборов, да, то есть без этого нет игры. И это одно из таких важных отличий этого, как бы, медиа этой именно игры, как, если мы ее рассматриваем, с этой точки зрения, что когда вы смотрите фильм, например, то вы не можете повлиять на то, каким образом будут развиваться события, как правило, да, а в игре вы являетесь героем, вы совершаете вот эти вот значимые действия. Мастерство – тоже все понятно, это вы можете увеличивать свое мастерство относительно себя вчерашнего, то есть вы можете отслеживать свой прогресс. И высший смысл, когда вы делаете что-то выше вас, что-то, что более, представляет большую какую-то целостность, чем то, что вы делаете только ради себя. Например, если человек контрибьютит в Википедию, что-то пишет в Википедию, он хочет, вот, допустим, распространить знания какие-то и сделать их общедоступными. Это какой-то высший смысл для него, допустим. Мы также развили эту теорию и добавили play, который на самом деле внутренняя мотивация, самое первое, которое изучено внутренней мотивацией, это как раз то, о чем говорила Татьяна Владимировна, что человек просто хочет получить какое-то вот такое ребячество, может быть, просто пойти погулять в лесу или покататься на санках. Это какой-то вот такой элемент, который не обусловлен какими-то шаблонными вот этими действиями, наградами и так далее, именно просто вот такое вот ребячество. И возможность погрузиться в какой-то иной мир, переключиться на что-то интересное. И сейчас на основе этой классификации типов внутренней мотивации Андже Маржевский создал, сейчас коротко, тоже исторический экскурс. До Андже Маржевского первым вообще заговорил о типах игроков, конечно же, Ричард Бартл. Но дело в том, что те, кто пытаются основать на его классификации игроков графицированные системы, забывают о том, что даже сам Ричард Бартл говорит, что он не для этого создавал эту классификацию, и она применима именно в играх, а не в графикации. То есть это такой момент, надо знать, и надо знать эти основы. И тут тоже все более-менее интенсивно понятно и достаточно интересно. Но дальше шагнул Андже Маржевский и разработал свою гексаду. И как раз здесь мы видим, что есть типы игроков, которые мотивируются теми самыми типами внутренней мотивации, о которых мы сейчас говорили. Вот эти четыре типа. Но также есть тип бунтарь, который мотивируется тем, что он над системой, он хочет изменить систему, как-то ее каким-то образом улучшить. И если с этим не справляется, он ее разрушает. А также есть тип игрок. Это тот тип игроков, который мотивируется как раз-таки внешней мотивацией. И тут вот следующий слайд, если вы запомните только его системы презентации, это будет самое главное. Потому что, обратите внимание, это тот ресерч, исследование, которое Андже Маржевский провел на тысячах пользователей разных игрифицированных систем. И вот сейчас вы видите кусочек пирожка, на котором написано цифра 7. Это 7% людей во всех игрифицированных системах, которые мотивируются внешней мотивацией. При этом большинство игрифицированных систем настроены на внешнюю мотивацию. И вот все остальные 93% просто про них забывают. То есть нужно понимать, что люди не только разные, но они мотивируются во многом внутренней мотивации. Конечно же, внешняя мотивация имеет место быть, и она нужна в определенных ситуациях. И здесь мы поговорим про эволюцию мотивации. Дело в том, что когда люди начинают говорить про типы игроков, многие думают, что вот все, наклеили бэч на этого человека, такой вот ярлык повесили, и все, он либо киллер, либо ачивер, либо еще там политикан, еще кто-то. Но это не так. Во-первых, в разных игрифицированных системах, ну или просто в любых системах, если мы их рассматриваем, человек проявляет по-разному себя. Во-вторых, в процессе одной игры он эволюционирует, его мотивация эволюционирует, его мотивация меняется. И об этом говорил уже даже Ричард Барт, что мотивация переходит из внешней во внутреннюю, и дальше об этом говорил уже Моржевский. Точно так же вы видите здесь синеньким обозначены те игроки, которые мотивированы внешней мотивацией, зелененьким те, которые мотивированы внутренней мотивацией. И мы дальше чуть-чуть пошли и разработали нашу собственную типологию игроков, где мы учли также путь героя по Кэмпбеллу. И здесь мы тоже видим ту же самую историю, что сначала люди мотивируются внешней мотивацией, а затем постепенно переходят во внутреннюю мотивацию. Это задача разработчика графицированной системы обеспечить правильное движение по этой системе, по этой эволюции. И тут очень важный момент, как раз тоже вскользь это упоминалось, что если слишком много внешней мотивации, а человек зачастую входит в какую-то графицированную систему, не с самого начала, то есть типология, которая говорила о том о эволюционном пути. Может быть, он уже играл в какие-то другие системы, похожие на это. Может, у него уже есть внутренняя мотивация. Если у него вот есть эта внутренняя мотивация, то если вы будете упирать слишком на внешнюю мотивацию, то происходит так называемый эффект замещения внутренней мотивации на внешнюю. Как его избегать? В первую очередь, вводя внутренний смысл с самого начала игры и ориентировать тех, кто уже ориентирован на внутреннюю мотивацию, на то, что внутренняя мотивация здесь есть, и развивать внутреннюю мотивацию с самого начала. А внешнюю мотивацию применяется только для тех, кому она нужна. И тут может возникнуть вопрос, какие же инструменты больше всего подходят в образовательном процессе. Может быть, логичным покажется вот такой ответ, что те, которые настроены на внутреннюю мотивацию. Однако, тут надо понимать, что инструменты, как мы говорили, это инструменты. И то, как ты их применишь, зависит от того человека, который применяет. Молоток можно по-разному применить. Можно им ввозь забивать, а можно человека убить. То есть тут такой момент, что вы можете настроить буквально любой инструмент на те типы внутренней мотивации, о которых мы сейчас говорили. Например, сейчас я расскажу совершенно небольшой кейс, как мы настроили инструмент квест, который, в принципе, изначально можно подумать, что он настроен больше на автономию. Человек совершает какие-то значимые выборы, он реализуется как человек, который использует свою автономию. Но мы его настроили именно на мотивацию единения. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы помочь людям немножко ориентироваться с дедлайнами в нашем курсе и графикация. Потому что, в принципе, дедлайны, они кому-то очень сильно нужны, а кого-то бывает, что демотивируют, и все знают, что большинство людей издают все в последнюю ночь перед дедлайном. А если дедлайн является таким жестким, и после него следует какое-то наказание, например, у человека отбирают половину баллов или вообще все баллы, то есть ему не дают баллы за то, что он выполнил, а баллов не дают, то это может быть демотивирующим фактором. И мы сделали так называемый бонусный дедлайн. То есть мы применили то, что часто применяется в играх, когда что-то из негативного превращается в позитивное. Когда если человек достиг этого дедлайна, то есть переворачивается в сознании, если он что-то выполнил до дедлайна, он получает бонусную возможность найти клад. И баллы у него не забираются, если он прошел после этого дедлайна, просто он уже не может найти этот клад. При этом мы настроили все таким образом, что человек, проходя что-то до дедлайна, находит кусочек кода или кусочек пазла или еще что-то, он фактически выполняет некий квест. И некоторые части этого квеста мы настроили именно на единение. Это было обосновано нашими внутренними причинами по курсу. И вообще, в принципе, в большинстве систем имеет смысл, чтобы настраивать на единение. Мы сделали так, что некоторые части квеста невозможно решить в одиночку, а можно решить только собравшись вместе, только собрав кусочки пазла нескольких человек. И буквально такая основная мысль, опять же, презентации, то, что если вы хотите получить долгосрочные какие-то результаты, действительно задействуйте внутреннюю мотивацию. И рекомендуем помнить о ней с самого начала игры, а не только где-то там в конце вспоминать. Спасибо и будем рады. Спасибо большое. Очень здорово. Очень здоровский кейс.